так всем привет сегодня хочу вам показать как выращивают клубнику город лобинск это краснодарский край я в гостях сегодня у канала лобинская ягода недавно он только начал туда загружать видео я его постоянно смотрю и не не удержался приехал в гости александр ведет этот канал всем привет всем привет он за кадром сегодня что хочу сказать вот она высажена кабрила это какого числа 7 сентября 7 сентября вот кабрила то что я с италии то что мы заказывали вот такая посадка смотрите интересная черная распан 60 до 80 в общем вот она кабрила вот такая вот посадка интересно а тут тут чуть нарастил ты сам да сначала ты не подрассчитал на изначально мы и собирались так делать но потом я не захотел по вот вариантом и решили нарастить добавить еще по одной строке вот видите междуряди междуряди мы будем высаживать малина совершенно верно это полоса быть эти малина моровила будем высаживать моровилу шахиба мапема сорт расскажи моровила бомбов к раку лица кто ее садить вообще вот по вкусу вот как она вкусовые качества вот скажем сейчас сентября но то что девушка это все знают то вот именно вот я уже рассказывал может на рынке кто приходит и покупать они приходят просят опять этот сорт но ты все устраивает и транспортабельность вкусовые качества вот как я говорю ее ешь 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 и вот не наедайся вот если простой манына ты съел жменьку там 2 и наелся да а эту тут как-то ешь и ел-ел-ел бы мне кажется такое чувство какие нюансы допустим для рынка если траток для транспортировки не полностью вызревшую ну как она вызревшаяся но вот она если еще чуть-чуть повисит тогда вкусовые качества конечно не было но вот я тоже моровилу сажаю психиба я не знаю что за сорт ну вот здоровая стул они у нас ящика актуально еще не могу сказать по вкусовым качествам вот у нас несколько ягод было самые большие по три с половиной были длиной костянка у нее крупная ну дочка вот меня два года она быстрее нас это попробовала поэтому актуально обзор не успел я снять рассказать на следующий год думаю это сделаю но смотри если ты моровилу в этом этой осенью саженцы воткнешь ты в следующем году в какое время получишь первую ягоду вот у меня на роликах на пеньках там ягода 8 вызрела где-то 26 27 вот эти числа но чё стиму мая но то стиму мая не переживали в апреле месяц так она да сначала на старых пеньках урожай и потом отобьет молодые побеги от корня и на молодых тоже заст вот вот это классная по 4 латерала дали на латерала среднее количество ягод было по 25 штук это средняя где-то 19 было где-то ну латерала даже я не знаю что это такое но это я так понял вот эти боковые побеги да в общем сколько тут вот так вот метров пятьдесят вот день на 10 на 10 сотках высажено сколько ты говорил кусту тут сейчас высажено полторы кабрилов полторы тысячи кабрилов полторы тысячи мы еще досадим тут много сортов мы новых привезли я потом в ролике уже перечислил сейчас уже сам путаюсь подписано все стоит и постепенно высаживаем добавляем вот так вот строчки ну да то есть изначально было вот так узенько но тут оставили сильно большие междуряди нож а наш он зарастает гадость такая рассчитывали что здесь вот в этом промежутке вот здесь здесь будет высажена с открытой каждой системы здесь у нас просто я подумал что это будет проблема решили добавить просто строку да да вот вот это там растет так что да вот этот хвост да или как он он какой-то как очень поветели поэтому не стали делать так его не выпадешь пока один с одного конца до другого конца дополол но там уже выросла ну вот я тоже не люблю туда а людей нанимать дорого тоже нафиг здесь с этой стороны мы высадим вот каждый этот промежуток здесь сюда высадим по два куста но сюда мы посчитались если где-то 14 сортов выходят ежевики ежевика обязательно для рекламы одете а ну там солнце заходит это там да 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 то есть у тебя тоже бы как белореченский с востока на запад грядки а у тебя почему вот а я считаю что вот эта сторона будет все время вот вот эта сторона что там что там вот эта ягода которая здесь она будет в тени она не будет солнца видеть задачи вырастить я году мы будем выращивать рассаду да здесь рассада а там уже где-то поле наверно будете заслуживать а подожди пойдем посмотрим этот форт как ты говорил а да да сейчас паузу так но отойдем клубнику смотреть увидели муравьеву фанинфы покажи это чего то есть срывал этот это молодой побег вырос да те которые сажали допустим с пенечком с пенечком они выше выходят потом получается как бы правильно объяснить те которые обрезаны под ноль кусты невысокие у тех которые были и 20 сантиметров они откладоносили и выгнали побеги уже 3 метровые вкусно а вот она сорт как правильно а да это вот и есть наша плодоносец и моя или 4 6 числа у нас уже пошли 1 6 4 это чего мая вот так ну она больше как как бы как как земляника да сами а далеко у тебя я принесу ящики на вот как-то вот он сегодняшний урожай да это через день на томишь до конца не вызревать на вкусовые качества остаются самое главное что вот она она мягкая прям такая как сказать вот ощущение насчет она во рту тает да и вот смотри у нее ягод это вот у него постоянно она не прекращается или у него то то есть четвертая волна то есть она в мае в мае до как получается в мае она да сколько три недели до перерыв был в этом мы в июне и в августе перерыв а скустики то есть вот эти цветоносы вот они ты их пооборвал да и потом удобно с одной стороны не никак на кабрилу все время у него цветонос цветет цветет ягода да что первое что последнее вкусовые качества не изменяются полностью нейтрал первая ягода сам знаешь красиво так за счет это у тебя полностью вся сшита до площадь то есть у тебя ничего подобного просто земля там как камень она подливается на сверху да то есть она пропитывается нормально и я вставлю капельку через десять сантиметров беру именно вот обрати внимание покажи видишь на лед забивает а то есть если забилось взяла так просто почистил где-то нужда не прокапывать ну да принципе так зато удобно ни одной прополки за лето или или есть прополка или чё тут не пропало только вот видите это вот как вариант выращивания вот такой вот то любую клубнику вот так вот посадить глянь это вообще класс водой теплой поливаем бочки наливаем ну это полива у всех знаешь к я думаю вообще с крана поливает скважины скважины скважина ты накачал бочку там да как-то отключилась она да там стоят автоматиками автоматически надо автоматикам интересно я потом сниму ролик вот манина кто-то у меня спрашивал будет или без затенения расти не будет будет но я же не 30 процентов печется я воды вы найти 30 процента лучше купите сетку и она вам не один вопрос да да и простая конструкция не надо там что-то там как вот знаешь там не но это вот это она здесь надо вот засверливать сюда этим сверлышком и затягивайте шурупом все это добуду вас это знаешь скажи себе сделать просто вот даже на простых колыш когда не обязательно там бетонировать столбы там я не знаю там воротить целую конструкцию вот можно в посадку поехал нарубил и до пробивал да поставил только сетка вот не дешевая на сегодняшний день я за эту сетку отдал здесь 6 метровая ширина и 12 половина метров я отдал 2 800 я один сбор собрал ягоды и как бы все там не окупилось столбом прорезала так она стоит все это то что какие ошибки а сбоку не солнца не засвечивает крайне ряд печется да но она видно он прям ягодка там черненькая да сделано я не советую здесь надо ли конкретно на проволоку крутить или шурупами так в общем аду будем выращивать где есть рассада сейчас рассада возьму посажу себе буду размножать если захотите обращайтесь в лобинскую ягоду я не знаю ты отправляешь что-то как-нибудь там почты посылками нет сейчас идет посадки мне я тебя научу если много будет заказа можно отправить хотя вот эти посылки они времени очень занимают отнимают у нас не в кассетах не в открытой нет ну весной точно будет уже почему слов нет у нее ни одного потому что мы их обрываем вот ты идешь да я буду собираешь у кого да все а если усы оставить она я да не будет как на ягода как на вбивание на вбивание вот так думаю стаканчики возьму укореню на вбивание начал стаканчики укоренять ягода пропала также на это спасается как минимум три туре на не знаю но это было следующее положение муж еще вкусная какая примут во рту тает про почему продаешься не секрет лоточек здесь 375 грамм 100 рублей 100 рублей это выходит 270 рублей килограмм ну такая сейчас цена у нас карасском крае на не на этом взять чего сейчас октябрь месяц сколько с куста не считал вот точно есть два килограмма 2 есть может даже такие больше не 5 если мне вот если вот я первый раз такую посадку вижу мне понравилось я наверное себе даже где-то такую сделаю высокие рядка к видит как я делаю и междуряди выпала выпалывать надо также сеном соломы заложить и так далее вопрос не в том что он летний период не печется вот на это начало она печется на любом тебе на земле будет хоть на пленке будет без разницы температура высокой и малина и клубника печется летом естественно пеклась и спаржи пеклась и капри пеклась любой сорт малина печется так ну чё больше чё еще интересного есть посмотреть это какой сорт то есть там у меня таганка жарптица элегантная вот там ягода есть ягода уже нет на следующий год там уже у меня будут стоять стаканы под рассаду так в общем чего хочу сказать заключение что кто досмотрел это видео молодцы переходите на санин канал лобинская ягода подписывайтесь у него там много видео уже выложено посмотрите более подробно как сшивать как укладывать этот материал все принципе там показано все всем спасибо всем пока